приветствую всех на канале сегодня вот рассмотрим такое приобретение это у нас радиоприемник четырьмя волнами можно сказать мультиволновые с высокой чувствительности но это чисто радиоприемник китайский разумеется да вот такой коробки вот и мы сразу его вскроем достанем из посылки инструкции я не вижу но принципе она и не нужна особо достали пупырышков традиционно так внешний осмотр что нам дает 15 ватт вот но это наверняка фейк что 15 ватт вот это все мы узнаем четыре диапазона значит fm средние волны короткие день короткие 2 до 20 мегагерц с 34 это очень широкий диапазон коротких так здесь у нас значок какое-то название фадега как бы не заматериться до при произношении тут ничего сложного нет а есть только у нас что настройка ручка настройки идет немного туговато но не совсем туго но может разойдется со временем посмотрим вот ход не небольшой здесь у нас переключатель диапазонов 4 диапазона включая включатель и громкость но и все и антенна антенна длину измерим сразу длина у нас 50 сантиметров неплохо средняя такая длина вот ну и нужны батарейки тут батарейки что плохо это у нас большие такие но у меня есть средства обхода этой проблемы вот такие адаптеры я приобрел на алиэкспрессе обычную батарейку вставляем можно до 3 ставить и 1 пойдет и здесь тоже самое так вставляем эти батарейки адаптеры точнее они легко вставляются ну вот ставили и закрываем крышку да вот так она стоит закрывается все готово ну чтож я выдвинул антенну включаем заработала вот недостаток китайцев то что они сразу громкость начинается у них с большого предела ну понятно что в китае шумно народу много это я выкинул народу много и они друг друга не слышит звук среднего качества видно искажениях так следующий диапазон а.м. здесь я вряд ли что-то поймаю просто прокрутим для чистки совести ну и короткие попытаемся короткие живые поймает ли что-то тут есть вот он поймал на коротких фонах это скорее всего китай у нас китай он активно на волнах представлен больше ничего такого нет и последний диапазон тоже что-то есть но это китайский перевод там короткие волны значит у него зачетный что-то поймать можно даже днем но к сожалению все на китайском или вот на английском вот только заметил есть ход для питания от 3 вольт то есть можно подключать в принципе блок питания внешне на 3 вольта открываем легко тут все отмечены винтики где надо открывать вот здесь еще один винтик прятался вот и посмотрим что внутри так разобрал ради приемник и тут ничего особенного нету начнем с чипов чипы и самые такие традиционные это кт-09 36 мб 9 очень популярность среди радио любителей среди китайских строителей ради приемников да вот он очень хороший то что обязка очень небольшая в принципе неплохой чип но он на выходе моно вот усилитель низкой частоты тоже самый такой обычный 8002 это 2 ватта но никак не 15 ватт вот настройка с помощью потенциометр тоже самый обычный потенциометр здесь у нас крутилка монет на это короткий феррит на 50 миллиметров намотан лицитератом это хорошо а часто бывает что не просто эмалированный провод наматывает и как бы качество падает также у них есть усилитель высокой частоты на с девяносто восемнадцатый вот он транзистор но идет стоит для не перепутали полярность на подачи напряжения вере нервное устройство очень простое это пластик гибкий пластик вот она его начала так и вот здесь конец она вам не виден и не видно этот конец и он наматывается на вот это колесо но и когда мы обратно крутим он разматывается поэтому жестковато не динамик самые обычные 70 миллиметров это неплохо 3 ома на 3 ватта ну что ж подведем итоги приемник в принципе добротный ничего такого как ужасного не заметил даже плата отмыта от флюса вот принципе рекомендуется для дачников потому что он дешевый сейчас времена такие что надо больше сеять больше выращивать поэтому дача актуально ну и ради приемник конечно для дачи нужен потому что интернета может и не быть там но связи какой-то а это все-таки какая-никакая но связь внешним миром имеется так что такая рекомендация для тех которые любят на рыбалку похода но все-таки этот приемник наверно громоздкие слишком но и нету добавить всем солнечной панели фонарика и так далее там есть другие ради приемник это сугубо дешевый вариант решения для именно дачников но и для тех кто допустим стройкой занимается послушать музыку при этом не боятся что разбомбят вот этот данный гаджет потому что он стоит дешево и принципе не жалко спасибо всем за внимание подписываемся на канал будет много чего интересного пока